Восемь часов столицы. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро. И вот некоторые темы выпуска. Казахстан. Теперь об этих и других событиях более подробно. Стоят шесть стран. Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Также саммит будет приурочен к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности. К новостям в мире. Анкара ждет гарантии безопасности от Финляндии и Швеции на фоне их желания вступить в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлю Джавашуглу. Кроме того, страны должны прекратить поддерживать террористические группировки в своих государствах и отменить ограничения на экспорт из этих стран в Турцию. Речь идет о продукции оборонной промышленности. Глава фурио-офиса отметил, что Анкара, тем не менее, поддерживает политику открытых дверей альянсов. Напомню, ранее решение присоединиться к Североатлантическому блоку при Леве в Хельсинки и Стокгольме. Обязательно должны быть гарантии безопасности. Эти страны должны прекратить поддерживать террористические организации. Экспортные ограничения для такого союзника, как Турция, также должны быть сняты. Это не торг, это требования союза. Мы уже объясняли, почему народ Турции против членства этих государств. В США вновь стрельба. На этот раз в городе Лагуна-Вудс в штате Калифорния. Там неизвестный открыл огонь по прихожанам одной из церквей. В результате погиб человек. Пятеро получили ранения. На данный момент подозреваемый задержан. У него изъяли оружие. Полиция перекрыла несколько улиц. О мотивах преступника не сообщается. По факту случившегося расследования. Это тихий район. Тихий. Как я уже сказал, вы можете гулять ночью, ничего не произойдет. Вы можете гулять сами. Вы можете гулять со своей собакой. Здесь вообще нет преступления. Ни одного. Но то, что произошло сейчас, я не знаю, как это объяснить. Отмечу, это уже второй подобный случай за пару дней. Ранее стрельба произошла в супермаркете города Буффало. Жертвами стали 10 человек. В основном афроамериканцы. Трое получили травмы. Подозреваемый задержан. Предположительно, он напал на почве ненависти. Стрелок обвиняется в убийстве первой степени, согласно которой ему может грозить пожизненное заключение. Власти Индии ввели ограничения на экспорт пшеницы. Такое решение Кадмин принял на фоне снижения урожайности и роста цен на внутреннем рынке. Исключение сделали только для стран, обеспечивающих свою продовольственную безопасность за счет индийского импорта. Отмечу ранее, в Нью-Дели планировали увеличить поставки зерна и стать ведущим мировым экспортером пшеницы. Однако по ряду причин, в том числе и за засухи, в республике теперь опасаются возникновения нехватки муки и других продуктов на внутреннем рынке. И вернемся к событиям в нашей стране. Жилье в Казахстане дорожает уже два года подряд. Казалось бы, только в прошлом месяце темпы роста цен на квадратные метры замедлились. Однако, если смотреть на общую картину с начала года, то курс идет исключительно на повышение. Стоимость за квадрат в новостройках в среднем за 4 месяца поднялась почти на 9%. Чтобы рассказать о последних новостях рынка недвижимости, с деловым обзором к нам присоединяется Камила Тастамбекова. Камила, я слышала, что вторичное жилье дорожает даже быстрее, чем первичное. Реально ли так происходит на самом деле? Динара, это действительно так. И такая тенденция наблюдается в большинстве городов нашей страны. Например, цена за квадрат на вторичном рынке с января повысилась на 15%. А вообще, вторичный рынок всегда следует за первичным. Но тут, видимо, владельцы квартир вторичек немного переусердствовали. Но это уже другая тема. Сегодня хочу рассказать про спрос. 52 тысячи сделок купли-продажи недвижимости заключили казахстанцы в прошлом месяце. Это на 22% ниже мартовских показателей. По данным Бюро национальной статистики, спад активности на рынке недвижимости зафиксирован во всех регионах и городах республиканского значения. Авторы телеграм-канала Тингеномика связывают это с повышением порогов достаточности для использования пенсионных накоплений. Еще в марте, напоминают экономисты, количество сделок на рынке недвижимости Казахстана увеличилось почти вдвое. Аналитики первого кредитного бюро также поделились своим мнением по этому поводу. Они считают, что в последующие месяцы снижение объемов продаж будет еще заметнее. Вообще, до всей пенсионной компании нормой в Казахстане было около 25-30 тысяч продаж в месяц на жилищном рынке. В приоритете в апреле оказались двухкомнатные квартиры. На эту категорию жилья пришлось почти 40% всех сделок. Частные дома в апреле предпочитали покупать жители Алматинской, Казалардинской и Северо-Казахстанской областей. А в столице спросом пользуются однокомнатные квартиры. 6 тысяч заключенных договоров по купле-продаже недвижимости в апреле. Почти половина – это как раз-таки однушки. В большей степени жители Нур-Султана выбирают жилье комфорт-класса в главном городе страны. К слову, также зафиксировано падение продаж. Число оформленных сделок в прошлом месяце сократилось на 32%. Спад подтверждает в одном из столичных агентств недвижимости. В неделю специалисты проводят около 100 сделок. В агентстве привели несколько примеров, как изменились цены на квадратные метры в Нур-Султане. Именно с марта началось значительное повышение цен. Именно с марта. Допустим, мы могли приобрести однокомнатную квартиру, допустим, на лесозаводе за 10 миллионов тенге. Сейчас они продаются по 12. То есть повышение на 2 миллиона тенге. Это простенький район, но тем не менее даже там поднялись цены. Давайте возьмем, в пример, республику. Допустим, там однокомнатная квартира с приличным ремонтом 14 миллионов. Сейчас их выставляют за 16. Чем выше класс, тем больше цена и поднималась. О событиях в мире ключевой показатель инфляции. Индекс потребительских цен в Китае вырос более чем на 2%. Государственное статистическое управление КНР приводит данные на конец апреля, рассчитанные в годовом выражении. Отмечу, что 2% это максимальный темп прироста в Китае с ноября прошлого года. Индекс потребительских цен в Поднебесной подскочил на фоне новой вспышки COVID-19. В статистическом управлении также связывают это с непрерывным подорожанием сырьевых товаров во всем мире. Основной вклад в рост индекса внесли возросшие цены на продовольствие. Так, в апреле стоимость свежих овощей в Китае подскочила на 24%. Фруктов на 14%, а яиц на 12%. Дешевле на прилавках КНР стало только мясо. О намерении сократить дефицит бюджета страны сообщил президент США Джо Байден. Это один из основных способов ослабить инфляционное давление. По словам американского лидера, речь идет о рекордных полутора триллионах долларов. В апреле темпы инфляции в США несколько замедлились, превысив 8%. На 2022 год по прогнозам Федрезерва на составе чуть больше 4% при росте ВВП США на уровне 2,8%. Отмечу, что в феврале этого года общий государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил отметку в 30 триллионов долларов. В начале мая Федеральная резервная система повысила процентную ставку сразу на 0,5 пунктов, что стало самым значительным повышением с 2000 года. На этом у меня все. Динара, вам эфир. В прямом эфире вы смотрите новости. Губернатор американского штата Нью-Мексика обратился за помощью к федеральным властям в борьбе с бушующими в регионе лесными пожарами. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров зеленых насаждений и несколько домов. Объявлена массовая эвакуация жителей пострадавших районов. По словам спасателей, тушение пламени затрудняет сильный ветер. Кроме того, метеорологи предупредили, что в ближайшее время сохранится погода без осадков. По этой причине пожар может только усилиться и стать самым масштабным в истории штата. На северо-западе Индии от жары спасаются цистернами для воды с распылителями. Температура особенно высокая на дорогах из-за большого потока машин. Чтобы ее снизить, власти выделили четыре автоцистерны, которые создают прохладный поток воздуха вдоль улиц. Немаловажным атрибутом в такую жару остается обыкновенный платок. Без него можно легко получить солнечный удар. С конца марта больше 20 человек, предположительно, умерли из-за сильного зноя. Напомню, Индия переживает самую жаркую весну за более чем 100 лет, а спрос на электроэнергию во многих регионах страны достиг многолетнего максимума. Температура в Джокпуре превысила 45 градусов по Цельсию. Из-за этой экстремальной жары муниципалитет выдвинул специальную инициативу. Четыре цистерны с водой сегодня будут поливать основные дороги. Эти машины изначально были предусмотрены для того, чтобы контролировать загрязнение, уменьшая количество частиц пыли в воздухе. Я считаю, что это также поможет нам победить жару. Обводнение южных районов – давняя проблема в Западно-Казахстанской области. Обмеление рек и жара становится причиной неурожая. С каждым годом сокращается объем собранной кормовой базы для скота. Фермеры терпят убытки. В этом году благодаря обильным осадкам зимой и поступлению воды с Верховьев, русло рек и водохранилищ наполняются водой. Увеличен и объем подачи волжской воды. По нынешнему договору регион получит от соседей почти 200 миллионов кубов живительной влаги. Хватит ли воды в этом году? Репортаж Ботогос Базарбаева. Сар-Узен, Малый Узень – одна из трансграничных рек Западно-Казахстанской области. Своё начало она берет в Вершовском районе соседнего Саратовского региона. По словам специалистов, за последние четыре года русло рек Большого и Малого Узеня впервые заполнились водой. Паводковый сток в Малый Узень составил 14 миллионов кубов воды. В Большой – почти 50 миллионов кубометров. Залитый каналы и лиманой на участках двух рек местный предприниматель Алибек Сартаев несколько лет назад основал прудовые хозяйства, построив обводной канал. В этом году воды много. Рыболовы приезжают за карпом, рассказывает бизнесмен. Тут поселяются дикие гуси, лебеди, здесь очень много уток сырых, также и копытные кабаны. Выросло здесь множество камышей. Занимаемся посадкой деревьев, оселенением. В этом году посадили 1300 саженцев. Хотим в дальнейшем создать туризм здесь, построить дома. Вот, как будто специально на камеру попалось. Знаю, что этот человек хочет, чтобы опять возновить все это рыбное хозяйство, чтобы люди приезжали. В Западно-Казахстанскую область с 1 мая идет нерест, запрет, но в рыбном хозяйстве, в частном хозяйстве можно рыбачить, поэтому специально сюда приехали за 300 километров порыбачить, отдохнуть на 2 дня. От водохранилищ завесят животноводы Акжаикского, Косталовского, Жангалинского районов. Маловодие последних нескольких лет привело к бескормице. Сено взлетело в цене. Многим фермерам пришлось сократить поголовье скота. В этом году обильные паводки превышали средние годовые значения. В лиманы заливали, открыли, шлюзы там. В этом году вопрос кормозаготовки у нас, благодаря погодным условиям, ожидается хорошее. 350 тысяч тонн мы хотим поставить себе план, заготовить почти полторогодичный запас. Что касается главной водной артерии региона, реки Урал, максимальная отметка по гидропосту Уральска составила 395 сантиметров. То есть река снова осталась маловодной. На подачу волжской воды в этом году с России составлен договор на 5 миллиардов 164 миллиона тенге. Договорной объем всего составляет 197 миллионов. Из них, значит, по малым и большим узням 167 миллионов, и на Джангвирской артерии на водной системе 30 миллионов. Когда мы договор составляли, курс рубля относительно к тенге было 4,65. На сегодня были 6 тенге. То есть, возможно, будет уменьшение объема воды. Планируется построить Жалпахталское водохранилище, поставить насосную станцию для переброски воды из Урала в Кушумскую систему. Наполнение русла рек и водохранилищ, подача воды в Низове, меры, направленные на восстановление сельского хозяйства, признают эксперты. Для спасения же самой реки, по их словам, нужны совсем другие действия. Подоглас Базарбаева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. Продолжаем выпуск. Высокий уровень безработицы наблюдается в Акмолинской области. В разрезе регионов область находится и на третьем месте по уровню бедности. Почти 6,5% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Аслан Абуталипов узнавал масштабы проблемы и о том, как ее решают. В Акмолинской области проживает более 700 тысяч человек. Меньше половины из них живет в сельской местности и занята в сфере сельского хозяйства. Большие трудности с занятостью возникает у городского населения. Городообразующие предприятия можно пересчитать по пальцам. Рабочие места ограничены и в субъектах малого и среднего бизнеса. По словам многих акмолинцев, найти работу в последние годы стало трудно. Сегодня более 20 тысяч жителей региона безработные. Особенно сложно приходится людям предпенсионного возраста и молодежи. Сейчас, как считаю, сложно, очень сложно найти работу. Многие сейчас, большинство сейчас дома сидят, без работы. Сам на сам, короче, почти все перебивать, как можно. Те, кто находит работу, жалуются на низкую зарплату. Если по официальным данным средний заработок в регионе составляет 225 тысяч тенге, то доходы порядка 40 тысяч акмолинцев не превышают и прожиточный минимум. По словам чиновников, сегодня в регионе делают все, чтобы снизить уровень безработицы и обеспечить население работой. В рамках 10 проектов планируется создать 17 тысяч рабочих мест, в том числе 10 тысяч постоянных. 18% центра занятости будет предлагать меры, в том числе это краткосрочное обучение. По востребованным профессиям он в течение до 6 месяцев может обучиться, получать в это время стипендию на прохождение медицинского осмотра 2 МРП. Это тоже ему оплачивается. Проезд проживания оплачивается 4 МРП. И в последующем он будет 100% трудоустроен. По словам специалистов, одна из причин высокого уровня безработицы – низкая активность самого населения в поиске работы. К примеру, лишь 2600 акмолинцев официально обратились в центры занятости и зарегистрировались как безработные. К тому же открытыми остаются более 2500 вакансий. Загадка для вас, зрители. Какой музыкальный жанр сложился под влиянием африканских ритмов и европейской гармонии, да еще и с привлечением элементов латиноамериканского фольклора? Ответ может удивить. Это джаз. Джазовый фестиваль стартовал накануне в столице. Марк Брюшко сходил на него, послушал выступление и сейчас расскажет, чем же так примечателен этот сэндж. Джаз умер, джаз живет, да еще как. В столице нашлось как минимум пять музыкальных коллективов, играющих в этом жанре. Всех их объединил Астана Джаз Фестиваль. Репертуар, каждая команда подбирает свой. У каждой команды есть свой стиль, есть команда, которая играет абсолютно авторскую музыку свою. Есть группа, которая играет традиционный джаз, старый, 20-х годов, 30-х. Событие не самое крупное, но точно запоминающееся. Тем более его площадкой стал Дворец независимости. Зрители начали стягиваться сюда заранее, боялись, что не хватит места. А каждый номер встречали бурными аплодисментами. Для каждого музыканта, особенно для инструменталиста, хотя и для вокалиста тоже, обучение джазу – это как основа, это как азбука, как школа. И популярен он или нет, обучаться ему профессиональный артист обязан и будет, потому что иначе он не разовьется. Фестиваль – это не только музыка любителей джаза. Также ждут пять мастер-классов от участников, каждый из которых – квалифицированный специалист своего дела. Считайте, что пропустили этот чудесный фестиваль, а вот и нет. И сегодня, здесь, вечером во Дворце независимости, в то же самое время, можно будет услышать чарующие звуки джаза. Не пропустите. Ну а более подробную информацию уже найдете в интернете. Марк Брюшко, Околбеки Семситов, Хабар, 24. На этом пока все. Я желаю вам удачной рабочей недели. До встречи.